ну вот как-то я приехал на тренировку все очень хорошо сложилось получились две разные жизни и балансировать между одной и другой было очень сложно смешная история справиться к этому моменту весь карлов мост заполнился людьми я свой вуз воспринимаю сейчас как массу возможностей самых разных как широченную по форме с которой можно прыгнуть куда угодно был порыв очень резко и очень быстро оборвать все свои связи со спортивным миром и очень важно быть себя другом чтобы вот эту чуйку интуицию саморефиксию распознавать и понимать куда на тебе везет всем привет меня зовут полина меня зовут маша это наша новая рубрика это видео подкаст который мы будем обсуждать с нашими гостями различные актуальные проблемы и тем сегодня у нас в гостях и дима мечков выпускник лицея и один из основателей ассоциации волонтеров дима спасибо что согласился и пришел к нам сегодня спасибо что пригласили посмотрели твой инстаграм и в принципе твои соцсети и узнали что ты болеешь за манчестер да это правда вот поэтому расскажи нам про свою футбольную карьеру историю как ты с этим связалась и так далее блин это долгая история вообще можно долго по ней рассказывать и много но могу и коротко я начинал свою карьеру футбольную где-то лет наверно в 8 тогда же кстати начал полеть в манчестер на лет жила тогда в подмосковье и четыре года играл в любительской команде какой-то момент понял что мне это все безумно нравится и получается к тому же неплохо и захотел расти их заниматься профессионально узнал что можно попасть в москве в школу спартака позвонил туда вот меня сориентировали искали приезжай на тренировку пробуйся если понравится если ты будешь хорошо играть мы тебя оставим ну вот как-то я приехал на тренировку все очень хорошо сложилось я там остался на следующие по моему еще 45 лет и вот до 2017 года когда я решил пойти в сторону учебы вместо футбола я играл профессионально тоже все очень получалось здорово мне все очень нравилось но выбор в сторону учебы сделал потому что понял что там перспектив больше интереснее мне но опыт крутой вот и очень ценный день на жизнь весь футбол в принципе не просто я поиграл мяч по пенал я научился так много мочи а почему именно почему именно футбол а не какой-то другой вид спорта я не помню уже маленький был но вообще много чего успел попробовать совершенно точно я теннис играл совершенно точно я ходил на хоккей на лошадях катался из оружия боевого стрелял какой-то момент просто решил футбол попробовать я правда много что пробовал детстве меня в разные самые секции отдавали и и его щелкнуло понял что нравится прям прям вот любовь до самого первого взгляда и ты в лицее тоже занимался середине половину десятого класса так почему бросил егэ не не егэ на егэ было по большому счету все равно потому что здесь нагрузка высокая даже не столько учебная а вообще вся вот эта вот жизнь с проектами с учебой с новыми людьми с интересными и там другая жизнь получились две разные жизни и балансировать между одной и другой было очень сложно просто не получалось они были слишком разные какой-то момент понял что нужно делать выбор и решение учиться но не только учиться быть жить этой жизни нет совсем часто вспоминаю ну не очень часто но вот когда вспоминаю и как-то рефлексирую на прошлом понимаешь что вообще не а ты сейчас вообще занимаешься чуть-чуть знаешь вот у нас например во дворе есть коробка называется такое место туда все приходят и играют не знаю что такое коробка я понимаю конечно я играю это все таки хобби и да еще раз напомню любовь всей жизни я просто играть на любительском уровне вышке есть очень мощная система лиг там много команд много увлеченных ребят те которые играют те которые все дело организовывают на себя буквально держит и у меня там есть тоже команды в которой выступаю и получают от этого огромное удовольствие вот относительно хобби и так далее очень многих ребят вообще но в одиннадцатом классе не в одиннадцатом что еще хотелось хорошо извини пожалуйста почему именно манчестер ремайтед и болеешь ли такую за какую-то возможно команду именно из россии нет за россии не болею ни за кого просто потому что мне не нравится футбол российский на матч это на матч тв да все так понимаю или на спортсру пойдет ну российский футбол но просто мне интересно его смотреть а болеть за имью начал как-то даже случайно посмотрел в каком-то восьмом году или раньше позже не помню матч лиги чемпионов цска цска тогда очень круто играл и я выигрывал манчестер на самом деле вот а меня почему-то засыпали именно англичане не наши которые здорово собирались сильной команды а вот та самая сильная команда это был сам когда-нибудь на соревновании это же соревнования соревнования на матч манчестер нет вообще сам чтобы играл да я же профессионально этим занимался конечно нет про как зритель ну ходили там знаешь на большие такие да да смотришь и там все кричат и там еще сериалов очень часто бывает камера снимает целуйтесь вот такого я про футбол никогда не видел это обычно в баскетболе или чаще в хоккей а твой вопрос был скорее про вот был я на футбольных матчах или видел ли я вот эти типа сцены целуйтесь нет было ли ты на футбольных матчах на каких где было очень разных был в барселоне на матче лиги чемпионов был в черногории на матче сборной россии был в москве на матче csk в лиге европы по моему в общем я много матчей посетил понимаем понимание я правда много матчей посетил не был на матчах любимой команды на футболе конечно бывал окей и какой твой любимый матч матч цска арсенал был очень хороший матч я ходил со своим другом который за арсенал болеет была напряженная яркая игра нам понравился а ты не болел ни за кого да не ни за кого не болел пришел поддержать друга в его болении за команду мы недавно так я первый раз обидно было вы были на вырежете большая штука которая в россии проходила кстати вы были на чемпионате мира или в москве на матчах на стадионе нет да не почему просто просто не был на самом деле там нужно было очень заранее насколько я понимаю покупать билеты вот я этим никогда не заморачивался и в конце концов понял что ну никуда не попаду но мне не было ни грустно ни обидно можно было потерю посмотреть а мы посмотрели твой инстаграм и ты довольно много путешествуешь во всяком случае в инстаграме окей какие твои любимые страны и если страна куда бы ты хотел переехать на такой постоянной основе либо просто пожить там год или два на постоянной основе никуда бы не хотел как-то москву очень люблю хотел бы в москве дальше жить ну по крайней пока годик-два с удовольствием пожил бы в италии в милане милан очень на москву похож по моему он очень такой живой энергичный и он очень красивый еще помимо этого и там мне очень понравилось нам из всех мест где был больше всего нравился милан я про конкретный город потому что жить в стране это такое понятие растяжимое очень понравилось нет германии в частности в мюнхене тоже очень чистый очень красивый обеспеченный город очень интересные люди там живут и там бы я даже с удовольствием годик-два пожил а так помимо этого если какие-то на все страны не вспомню я не то чтобы в большом количестве стран был но вот действительно в европе некоторые из них посетил понравилось в австрии понравилось в венгрии и и понравилось еще в чехии за пределами европы они особенно где бывал но путешествия правда люблю профиль ну я правда не активный пользователь но у него плюс-минус концепция постить только фотки из путешествий поэтому больше там про меня ничего не узнаешь мы же узнали что ты футболом занимаешься это правда а я еще пока не смотрела твои отмечены но я туда лезть пока не так что-то я помню когда у тебя звук вот этот три по городам европы и там какие-то начальные были что папа там все хорошо мы там еще живы а под конец типа я больше рассказывать не буду что у нас происходит это было лучшее путешествие оно одно из лучших путешествий в моей жизни я очень люблю с друзьями путешествовать и вот последние три европейские поездки до 3 они были с друзьями и вот эта поездка это был три по городам даже по городам мы просто по двум странам мы были в австрии в вене и в чехии в праге с двумя моими очень хорошими друзьями с димой критским серёжей ивановым может кто-нибудь их знает смешная история строить мы тогда с ребятами уже к этому моменту обошли примерно все что можно было найти городе все бары церкви здание интересные в общем все посмотрели и решили поплавать на катамаране по не помню как называется около карлова моста и фишка в том что около этого моста есть какие-то такие деревянные конструкции очень стрёмные очень старые которыми никто мне кажется не пользуется не понятно зачем они нужны но нам показалось что будет забавно кого-нибудь из вот нашей тройки на них высадить не скинуть нас то просто высадить деревянную конструкцию ну и так как мы с серёжей гребли педали дима сидел на носу нашего судна мы решили что значит диме выпадет честь вылезти высадиться вот на эту деревянную конструкцию значит не подплываем как сейчас помню дима у нее вылезает а это же река правильно реки истечения она с течением относит и остается вот эта деревянная конструкция треугольная которая болтается прям под под димой а там же в праге еще эти пороги жесткие но я не понимаю чем ты сейчас там вот эта вот речка река река да да правда я просто уважаю про я тоже не помню как она называется это река в общем там около моста точнее недалеко от него такие пороги водяные то есть вот вот например вот здесь уровень а типа уровень воды меняется но нет рядом с нами такого порога не было просто какая-то типа деревянная конструкция не знаю как ее по-другому назвать вот и как только дима на нее вылез нас начало относить течение и мы себя поймали на мышце что вот дима наличит на ней на этой конструкции вот мы и он никак не может нам попасть ну то есть прям только вплавь насмеявшись сначала мы смеялись естественно ничего не предпринимали мы попытались нас как раз просто вернуться к нему приплыть у нас течением относило мы так как это было невозможно сделали маневр мы эту конструкцию оплыли вокруг подплыли к нему с другой стороны врезались эту штуку который чуть не упал и благополучно забрали его набор к этому моменту весь карлов мост заполнился людьми которые смотрели что мы делаем а когда мы вернули его набор все аплодировали вау это круто это очень здорово но но хотя бы желание загадать наверное там же все желание он думал только о том как бы вы его скорее забрали оттуда может быть это было его желание которое он загадал и она сбылась кто знает что было бы не загадают этого желания потом когда дальше отплыли от этой штуки уже значит после всей истории мы решили правила прочитать который вот прям на средней панели катамараны были там типа правила 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 и особенно важно ни в коем случае не подъезжайте вот к этим деревянным конструкциям около моста а вы поняли зачем это нужно нет вообще ничего не поняли зачем наш способ использования был весьма смешным интересным нам понравилось водяные процедуры неплохо можно так сказать но очень хорошо что вы были трезвыми а то нет нет мы бы не трезвыми мы бы не поплыли мне кажется вы как раз таки бы поплыли еще как поплыли у нас очень много вообще кто как и дети так и подростки и взрослые вообще кто угодно сейчас проблема самоопределение какого-то вот и как ты думаешь стоит ли разрываться и искать что себе понравится или нужно вот изначально выбрать какую-то систему координат идти по ней в одном направлении и вот как ты думаешь если бы ты попытался заниматься одновременно учебой усердной и футболом во что бы ты вылилась дальнейшем может быть распылился ты вы или нет но про себя точно могу сказать что моего ресурса который на самом деле много я всегда там себя считал человеком который многое может успевать моего ресурсов на это не хватило совершенно точно потому что это действительно были две очень разные вещи в то же время я не думаю что занимаясь какими-то разными вещами необходимо разрываться ну да если ты какая-то крайность всегда можно балансировать находить какие-то компромиссы между тем что является основным и тем что просто интересно а какую-то систему координат вот прямо сейчас взять и сказать себе я например своего любима вот ты идешь так 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 у тебя там делаешь 10 шагов вправо 10 шагов влево вот здесь у тебя красный флажок ты должен туда прийти это невозможно нет я имею ввиду направление одно направление это хорошо может быть одним я не знаю мне кажется что вот какой-то каждый конкретный момент жизни мы внутри себя по-разному чувствуем в каком направлении нужно двигаться и вот в этот конкретный момент принимать или не решение очень сложно выглянуть далеко вперед на год-два-пять и так далее поэтому вот в каком-то так как к срочным горизонте ориентируясь на какие-то собственные ощущения мысли рефлексии чувства ну просто на то что внутренне ты думаешь нужно принимать какие-то текущие решения и просто от многих взрослых слышала что в какой-то момент своей жизни вы понятное дело как мы все они выбрали вуз себе и в дальнейшем пожалели сейчас например заниматься совсем другим делом нежели было у них вузе вот и как ты думаешь вообще как человеку в наверное нашему сверстнику или человеку там который переходит очевидно в университет как ему определить дайте чтобы ну какие то может быть есть лайфхаки не лайфхаки как ты это сделал сейчас подумаем про лайфхаки знаю хотел просто предыдущим словам сказать пару слов тоже знаю несколько человек даже может быть не лично которые выбрали себе университет потом сразу нашли место работы и развиваются развивали себе карьерусь просто вот по какой-то прямой линии я такими людьми искер не восхищаюсь я не понимаю как можно вот какой-то момент определиться и заниматься одним делом всю свою жизнь и вот в этой связи почему-то мне кажется что люди взрослые которые разочаровались в выборе вуза они несколько неправильно отнеслись к тому что для них вообще вуз что он им должен дать если они рассчитывали на то что они выберут себе направление и будут им заниматься всю жизнь наверное они совершили ошибку я свой вуз воспринимаю сейчас как массу возможностей самых разных как широченную платформу с которой можно прыгнуть куда угодно и в этой связи для меня не будет совершенно точно разочарованием если я отучившись на экономике буду работать в где-нибудь маркетинге в рекламе в дизайне я уже в рекламе однажды создавался и совершенно другой опыт чем учеба и мне понравилось вот и я думаю что самым важным при самоопределении будет конечно определить какую-то свою сферу интересов но не очень узко то есть очень сложно рассказать себя сразу что я буду химиком или физиком и буду заниматься такими-то вещами я себе четко дал понять что я хочу возможности и экономику потому что это вот как я уже сказал широкая платформа с которой можно заниматься разными вещами бизнес менеджмент финансы маркетинг реклама да что угодно правда нужно себе выбрать такой факультет на котором ты как можно больше наберешь способностей которые тебе дальнейшем жизни помогут зачастую мы все стоим перед каким-то выбором то есть мы думаем довериться своей интуиции послушать совета ближнего скажи вот ты сам когда у тебя действительно серьезный выбор то есть это может быть направление обучения дальнейшего или мы просто сложный случай будешь ли ты слушать советов не знаю родителей или своих друзей или все-таки от своей интуиции и чуйки доверишься и ступишь по своему я вообще очень ценю мнение людей которые меня окружают так сложилось что у меня есть много хороших друзей много интересных толковых умных людей в окружении и к хмелью безусловно стоит прислушиваться спросить их о чем-то когда-то порой не спрашивая просто услышать их мнение да но очень важно вот всю эту информацию который будет очень много правда не только от друзей она будет отовсюду из интернета из просто из какого-то окружающего шума на имеют какие-то окружающего шума мнений но нужно все информацию очень тщательно центровать пропустить через себя и отрефлексировать на какие-то свои чувства и эмоции по отношению к тому решению которое нужно принять и я вот так всегда и поступаю собираю информацию про себя который там думают друзья то что думаю сам я то что думают родители и спокойно сам собой принимаю решение наград занимает время очень часто можно допустить глупую ошибку рубану с плеча просто очень быстро приняв какое-то неправильное решение дэр когда я заканчивал заниматься футболом был порыв очень резко и очень быстро оборвать все связи со спортивным миром но тогда мне родители приостановили скалинили не один подожди наступит момент когда ты очень спокойный без эмоций примешь это решение сам прошло два месяца и я правда сам себе спокойно без эмоций сказал все время пришло пора идти другим путем и вот теперь я руководствуюсь таким походом всегда я беру время которыми необходимо чтобы подумать и спокойно без эмоций принять то решение которое требуется если конечно ситуация не требует какого-то быстрого решения иногда приходится брать на себя риск и это сложно потому что здесь приходится угадывать приходится действительно слушать вот ту самую чуйку и очень важно быть себя другом чтобы вот эту чуйку интуицию саморефиксию распознавать и понимать куда на тебе везет какому разряду людей ты себя относишь к тем кто рационально мыслит или скорее к рационально я вообще в принципе по жизни очень много думаю у меня голова всегда работает всегда какие-то мысли в ней проносятся и скорее я вот все-таки ближе к тем кто себе рациональными людьми называют есть я выстраиваю какие-то стратегии схемы на будущее стараюсь все максимально подробно себе представить но очень стараюсь честно очень сильно стараюсь про чувства тоже не забывать и думать не только головой но и вот как-то стараться чувствовать что мне хочется что мне лучше а иногда бывают даже порывы когда хочется сказать да пошло на все и сделать вот просто как чувствуется мы ежедневно сталкиваемся с довольно большим количеством людей и как я уже сказал у каждого свое мнение там каждому каждого разные какие-то интересы и вот как понять что действительно твое а что тебе навязывает общество говоря сложно реально очень сложно очень трудно все это как-то отделять от своих собственных чувств я уже как-то говорил в этом интервью что нужно быть другу основном у себя и мне кажется что вот это ключевой ответ на вопрос нужно научиться слушать себя научиться чувствовать себя изнутри свой организм свои мысли когда тебя плохо не заставлять себя допустим делать что-то если там кого не требует ситуации а как-то ну в общем любить себя нужно и вот через эту любовь к себе стать другом самому себе и тогда ты будешь лучше понимать что ты хочешь что куда тебе хочется пойти будь то место или твое будущее на всю жизнь с собой очень легко поссориться и нужно поэтому постоянно отношения хорошие поддерживать постоянно себя узнавать с новой стороны и очень важно вот на этом пути как ты сказал потому что правильно принимать свои недостатки понимать что действительно ты не идеален что у тебя есть сильные стороны что есть слабые стороны и принять приняв вот эти слабые стороны и выделив на их поле какие-то сильные стороны ты во первых поймешь чего-то действительно стоишь и ты оценишь себя и оценишь свою работу собственно собственно чувство своего собственного достоинства чувствуешь свои собственные ценности и через чувство собственной ценности ты станешь действительно другое сама себе и счастливым человеком есть очень интересная женщина зовут брене браун и у нее снат это ток тема разговора не помню как она называется, честно, но она говорит о том, что среди счастливых и несчастливых людей выделяется вновь тенденция. Вот те люди, которые счастливы, у них есть внутреннее чувство своей собственной ценности. И вот те люди, у которых это чувство внутренней ценности есть, а тех людей, у которых его нет, отличаются тем, что они признают себя слабостью. У них есть вот это ощущение своей собственной уязвимости, понимание того, что они не идеальны. И через призму этого чувства они доходят до того, что они счастливы, потому что они знают себя, и они дружат сами с собой. Ну, моя собственная интерпретация. Очень интересный этот ток, я даже рекомендую их смотреть. Одно из первых значений слова «личность» в переводе с латыни — это маска. И многие люди считают, что когда мы находимся с друзьями, даже с нашими близкими людьми, родителями, и вот в целом даже когда мы идём по улице, мы всё равно надеваем какую-то маску, мы играем какую-то социальную роль. То есть это там, окей, прохожие на улице, это сын, это, там, не знаю, студент. Вот, и только когда мы одни, причём даже не там сидим в телефоне, да, с кем-то приписываемся, потому что тогда мы уже друзья, социальная роль друзей. А вот чисто когда ты, там, сидишь, не знаю, читаешь книгу в одиночестве или, там, слушаешь музыку, ты только в этот момент становишься самим собой, действительно. И очень многим людям бывает некомфортно в такой вот ситуации, когда они понимают, что вот, я на идее самой, у них очень много мыслей, которые их начинают есть, и это бывает довольно сложно. Скажи, насколько тебе комфортно быть, вот, действительно в одиночестве, и насколько важно тебе, возможно, раз в неделю или чаще, вот, оставаться чисто одному, чтобы всё обдумать и сделать какие-то правильные выводы? Мне с собой комфортно, правда комфортно. Я даже, в общем, буду человеком общительным, я, тем не менее, люблю находиться какое-то время, там, дня, недели, один, действительно, чтобы, как-то подметила, подумать о том, что произошло за неделю, да просто отдохнуть в целом от всех, даже если я, например, занимаюсь учёбой или делаю что-то ресурсозатратное, но, тем не менее, отдыхают людей, я отдыхаю. Смена деятельности. У нас с тобой есть разница в возрасте? Тебе сколько лет, Полина? Вопрос у меня не было ресурсов. Почти 17. Почти 17, мне 16 лет, тебе 20. Вот, чувствуешь ли ты разницу в общении с нами? Есть ли у тебя друзья, знакомые, которые младше тебя, старше тебя? Да, что ты вообще думаешь о возрастной разнице, разнице в возрасте? Хороший вопрос. У меня есть младший брат. И сколько? Ему 15 лет, то есть, в целом, он ближе к вам, чем я к вам, наверное. В общем, я не знаю, я не обратил внимание на какие-то такие очень серьёзные, различные, с которыми я общаюсь, да, и между вами. Вы всё-таки, я так понимаю, не просто дети. Обидно, очень звучало, что мы дети. Не просто подростки. Вообще, в большом счёте, разница у нас небольшая, но вы же не просто подростки. У вас и проект, вот вы всё делаете, и в лицее учитесь, и вы всё-таки чуть взрослее, наверное, чем все свои сверстники по какому-то такому психологическому состоянию. С вами интересно, и это, наверное, всё. Я не могу сказать, что я общаюсь с вами, как будто бы со взрослыми людьми. Мне просто интересно. Есть ли какие-то критерии взрослости? То есть, какой человек является взрослым, независимо от возраста, я думаю. Вообще, вот когда-то, у меня с хорошей моей подругой, был разговор о другом критерии, о критерии юности. И вот тогда мы обсуждали, что такое взрослость, и я для себя решил, что взрослость – это когда ты на себе чувствуешь ответственность за кого-то ещё, кроме себя. Вот пока ты только про себя, пока ты отвечаешь только за себя и делаешь всё, ну, по большому счёту, для себя, не то, что там для себя есть сладости или, не знаю, просто кайфуешь, а для себя, для своего развития, пока ты ни к чему не привязан, ты молод. А вот как только ты начинаешь привязываться, появляется ответственность за семью, за ещё что-то, ты становишься взрослым человеком. Ну, я скорее не про то, не про взрослого человека и юного. Но я тебя поняла относительно этого вопроса, я согласна. Ну, вот именно, знаешь, есть даже молодые люди, которые ещё, ну, там, юные, молодые и так далее, то есть они не относятся к разряду взрослых людей, у которых есть уже какие-то более насущные проблемы, но всё равно ты можешь посмотреть на них и сказать, ну, вот этот вот, он уже взрослый, а этот ещё не особо сформировавшийся, кроме того говоря. Но они пока не несут такой большой ответственности, как несут эту ответственность взрослым. Ну, вот в этом случае я бы, наверное, сказал, что взрослость – это умение смотреть на вещи под разными углами. Ребёнок, он, как мне кажется, очень просто и прямолинейно на многие вещи готов взглянуть. Это ерунда, это дурак. А человек взрослый, он может посмотреть там с одной стороны, с которой, ну, действительно дурак, а может, наверное, с другой стороны, и оттуда уже не дурак. И в связи с этим вот он не будет каких-то таких резких, однозначных решений принимать или называть кого-то кем-то, то он будет думать, он будет смотреть по-разному на этот мир. И вот это, наверное, какой-то критерий взрослости. Могу наошибаться, конечно, и там эксперты меня здесь… Ну, может, твое мнение спрашивают. Да, но вот это мое мнение. Окей, понятно, понятно. То есть ты взрослеешь, когда берёшь участие на себя за другого человека? В том числе за человека. То есть ты не хочешь взрослеть, поэтому ты не хочешь брать собаку, да? Я ждал этого вопроса. Я, наверное, даже не знаю, считаю себя взрослым. В какой-то степени, да. Вот во втором смысле, да, который мы обсудили, считаю. А в первом смысле, наверное, пока ещё нет. Мне нравится себя молодым считать. Ну, у меня 20 лет, камон! Ну, да. Последний вопрос. Знаешь, получается, когда у тебя есть друзья, которые старше тебя на, условно, 10-8 лет. Друзья? Да. Окей. У тебя, я так понимаю, нет таких друзей, да? Старше на 8-10 лет. Нет. И вот даже когда ты был, не знаю, 16 лет, такого не было. Нет, нет. Ну, окей, может быть, какие-то знакомые, такие наставники. Ну, наставники. Конечно, всегда, всегда в жизни есть. И вот иногда будет какая-нибудь сложная жизненная ситуация. Обратишься ли ты к ним за помощью, как более опытным? Или ты считаешь, что всё-таки возраст — это не показатель опыта, а вот именно, ну, просто цифру? Ну, естественно, к человеку старше, просто старше я не обращусь. Я, если мне нужна будет помощь, я просил человека, который я знаю, может мне помочь. Которого я считаю взрослым, компетентным, разумным по другим причинам, не по причине того, что ему 30 лет, 28 лет, сколько угодно. В общем, Дима, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что мы задали все вопросы, которые могли пока что задать. Надеюсь, что мы с тобой потом ещё как-нибудь пересечёмся, встретимся, поболтаем на другие темы, потому что с тобой было довольно интересно. Вот. А сейчас, я думаю, мы закругляемся. Полина, тебе есть ещё что-нибудь дополнить, сказать? Только сказать спасибо за то, что согласился и пришёл к нам, и поговорил с нами. Было, правда, очень приятно. Спасибо вам, вы классный, интересный, у вас интересный проект. Я так, по-моему, молодой, поэтому успехов, роста. Всё будет классно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что смотрели наше шоу. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы выбираете — шампунь или кондиционер. До новых встреч. Господи, не дай бог, это выжило. Мы меня доставили.